В семье стали известны новые исторические факты о доме, где больше ста лет назад собирались известные казахские писатели и деятели. Сейчас в нем располагается музей Алаш Арыстаре Мухтар Ауэзов. Оказывается, что у этого старого здания был подземный переход. Подробности у Руслана Шакабаева. Этот двухэтажный дом вошел в сакральную карту Казахстана. Больше ста лет назад он принадлежал Аниару Молдабаеву, земляку Абая Кунанбаева. В свое время именно великий мыслитель помог ему в приобретении этой жилплощади. Поэтому поэт был всегда желанным гостем в этом доме. На днях стало известно, что у этого здания был еще и подземный переход. По воспоминаниям потомков здесь был подземный ход. Но сейчас, конечно, он, наверное, закрыт, завален. По воспоминаниям потомков говорят, что Аниар Молдабаев свою дочь возил в школу по подземному переходу в зимнее время. Легенды, конечно, существуют. Они и должны быть вокруг домов с таких исторических домов. Недавно в музее полностью обновили экспозицию. В здании воссоздали городской интерьер начала 20 века и установили ростовые фигуры известных личностей, которые когда-то бывали в этом доме. Среди них Алихан Букихан, Мржак Абдулатов, Ахмед Байтурсынов, Мухтар Аузов и Шакарим Кудайбердиев. Я первый раз здесь. Не знал, что есть такой музей, в котором часто собирались известные личности. Очень интересно. Думаю, что сюда я еще не раз приду на экскурсию. Всего в музее собрано свыше тысячи экспонатов. В числе самых ценных автобиография, написанная Ахмедом Байтурсыновым. В рамках программы «Рухани Жангру» модернизацию прошли уже три музея региона. Руслан Шакобаев, Анатолий Тернов, Берег Жабалайула, Семей Хабар-24.